Такой субъект старается скрыться в коконе виртуальной реальности, которая снаружи, с точки зрения реальной реальности, воспринимается как старость. При этом субъект забывает эту реальную реальность, нормальное положение точки сборки, которое она имела в молодости. Увы, старение – это склероз даже в магической картине мира. А ещё лучше сравнить физиологическую старость с шизофренией в психологии или с чёрной дырой в космологии. Во всех этих случаях речь идёт о механизме возникновения изоляции от реальности. Можно определить старость как физиологическую чёрную дыру или как шизофрению онтогенеза. Согласно Кастанеде, точки сборки могут практически мгновенно смещаться вдоль нити нагваля, которые они охватывают, как любые расстояния. Это значит, что субъект, не способный удерживать свою точку сборки в стационарном состоянии, будет подвергаться влиянию приходящих с ветра в нагваля точек сборки иных субъектов, вступать с ними в симбиоз. Этот симбиоз известен в психологии как наличие навязчивых состояния или комплексов, а в религии – как одержимость бесами или, наоборот, как присутствие ангелов. Древние греки их не различали, называя тех и других даймонами. В биологии симбиоз легко может вырождаться в паразитизм. Так, в мире магии, слабость собственной воли в удержании точки сборки приводит к тому, что ее функции занимают точки сборки чужих субъектов, в том числе и очень примитивных. Так возникает канцерогенез – развитие примитивного организма опухоли внутри субъекта. Вообще, положение точки сборки находит в биологии адекватную интерпретацию в явлении, которое Уодингтон назвал канализацией. Известно, что практически каждая клетка организма содержит почти полный набор всех генов этого организма. Но лишь немногие из них работают, подавляющее большинство выключено. Активность клетки таким образом канализирована. Эта канализация генов регулируется гормонально, а уровень гормонов в крови и их спектр зависит от эмоционального и волевого состояния субъекта. От положения его точки сборки в терминах Кастанеды. Модель мембранного мира возвращает нас к модели Киржнеца и Линде 70-х годов, в которой они рассматривали вакуум как твердое тело, а все объекты, которые существуют в мире, как квазичастицы. Возбуждение этого твердого тела, то есть в их модели реальность и виртуальность поменялись местами. Реальным бытием обладал кристалл вакуума, а вся наша реальность представляла собой виртуальные возбуждения в этом кристалле. В мембранном мире тоже можно сказать, что реальность представляет собой множество P-мембран в пространстве равноразмерности P. Все объекты, наблюдаемые в мире, представляют собой возбуждение в этих мембранах квазичастицы и их объединения посредством точек сборки. Причем, в отличие от магического мира Кастанеды, в котором существует точек только одномерной нити нагвали, в реальности может быть много разных нагвалей, размерностей P. В рамках компьютерной метафоры этот мир мембран, нагваль у Кастанеды, представляет собой хардвер. Вселенский компьютер о возбуждениях по мембранах представляют собой виртуальные миры и виртуальные существа. Тональ у Кастанеды, которые являются реализацией софтвера. Слово Божие в Евангелии от Иоанна.